Всем привет из Калифорнии, всем моим друзьям, подписчикам всем. Сегодня понедельник и сегодня вообще я только пришла в себя вообще на самом деле. В этом видео я расскажу, как я вернулась к мужу, в семью, потому что три недели, что мои приезжали, я вообще выпала из американской жизни. И вот сегодня понедельник, я только села на велосипед и я поняла, что я три недели вообще ничего не видела, не слышала. Я видела только дороги, мы с дочерью все болтали, какие-то у нас все были разговоры, планы. И как бы я телевизор не смотрела, я не знала, что у меня там муж ест, пьет, в общем, короче говоря, я полностью выпала. И опять же я хочу повторить, я всегда это повторяю, что моя жизнь здесь в Америке, это вообще никакой не показатель, не для кого, как тут надо жить. Я знаю, что я живу здесь неправильно по понятиям многих людей, но это понятие тех людей. Я живу здесь так, как я живу, я считаю, что я живу здесь очень даже правильно. И поэтому, если вам кажется все совсем наоборот, это совершенно не значит, что все люди должны жить так, как вы это представляете. Вот, и поэтому я тут знаю, что многие-многие вообще мечтают уже, какой год, сколько я тут два с половиной живу, ну полтора года точно, что когда же уже меня выгонит муж, когда же он уже со мной разведется. Потому что мне это писали, когда я уезжала в Россию, что вот она вернется, он там подаст на развод документы, приедет у разбитого корыта, тут останется. Потом то, что я не готовлю, так часто, как по российским понятиям женщина должна готовить. То, что я уезжаю куда-то, то, что я тут с родными время провожу. В общем, все ждут, ну, так скажем, ожидатели этого процесса, когда же меня уже выгонят. Вот, пока меня не выгнали, но в ответ на это я хочу сказать, что жизнь это такая штука, что мы никто не знаем, как оно будет, что будет. Я уже в этой жизни готова ко всему, и поэтому я хочу сказать, что жизнь-то после развода, она вообще-то тоже существует. И, как бы, это не конец жизни, так скажем. Вот, и поэтому у меня все хорошо, так что не волнуйтесь. В субботу вы проводили дочь, высадили, господи, Рик, там за голову хватался, эти котомки у нас, чемоданы, сумки, запихал все, вытащил в аэропорту. И мы поехали с ним домой, и я села в машину, я посмотрела на него, он на меня, и мы поняли, что мы вернулись в семью, вернее я. Это было такое странное ощущение. Оказывается, я вообще была в прострации, я даже не видела, у меня даже не было времени посмотреть на него внимательно, потому что я все что-то на внучку там смотрела, с дочерью разговаривала, вечером приходили, мы там в комнате с ними болтали. Вот, и Рик такой веселый поехал, мы заехали в Макдональд, взяли завтраки, покушали, потом вечером опять сели смотреть кино вместе, тоже съездили, купили в Гавайи фото, еду, как это у нас принято. И как бы получается, вообще у меня первый раз такое было, что правда я как вернулась в мой привычный образ жизни. Три дня я убирала дом, все стирала, все там пылесосила, мыла, потому что маленький ребенок, это Нелечка, она у нас три недели лепила пластилином, пускала пузыри, резала, клеила, кушала. Ну вот она у нас такая, видите, опять она у нас не такая, как все дети, она у нас если кушает, то у нее все падает мимо, вокруг нее крошки, если она лепит, то у нее испачканное покрытие, если она режет, вокруг нее там вообще все размазано, раскидано этим клеем. Если рисует, она у нас вся в краске и все вокруг нее. И короче говоря, тут еще приехал сын тоже у нас, как раз в субботу, когда мои уехали, и я так немножко поприбиралась, стану злые, а вот эти два дня-то я там все отмывала, где-то пластилин отшкрябывала. Мусор в бак у нас не влез, тоже все там рисунки эти, ну короче говоря, коробки. В общем, короче говоря, вот сегодня понедельник и все, вот я сегодня вернулась в свой обычный образ жизни. Естественно, мы ничего не успели, мы так хотели много сделать, мы сделали очень много, но как бы тут всего не охватишь, даже, наверное, половины того, что мы планировали, мы не сделали, но мы сделали очень много других дел, тоже не менее важных. Как-то у нас другое русло, опять пошел этот приезд, и, конечно, это были первые, так скажем, гости у меня, мои такие, которые жили в доме, которыми я вот день и ночь проводила время. Но я хочу сказать, что, наверное, если это будет очень часто, то вряд ли это понравится мужу, мое вот такое постоянное отсутствие выпадения, так скажем, из жизни. Потому что я говорю, что не было времени совершенно ни на что. И, конечно, этот процесс надо регулировать, не злоупотреблять этим, поэтому в следующий раз будем смотреть, как нам это все сделать. Не так активно и не так насыщенно, и чтобы, ну, хоть, я не знаю, семье это посвящать время. Вот так вот скажем, потому что это, касалось бы это меня, навряд ли бы мне это тоже понравилось. Постоянная пропажа мужа со своими родственниками, которые постоянно, допустим, приезжают к нам в гости. И он ничего не видеть, не слышит, и навряд ли это, конечно, понравится. Вот, а так, первый шаг сделан. У Лены, конечно, полно эмоций, полно впечатлений, но тяжелая дорога, потому что она едет на поезде от Москвы. Это намного-намного дешевле. Я там сделала видео, где поместила такое примерное, сколько потратили мы, ну, не мы, а вообще минимум, который потратится здесь в Америке вот на три недели, на трех человек. Это вообще самый-самый минимум. Поэтому, конечно, вот эта экономия в тысяча долларов, когда летишь из Екатеринбурга в Москву, у нас довольно-таки дорогие билеты. Это, конечно, очень существенно. Вот, с чемоданами тоже мы разобрались. Оказывается, в самолетах нужно, дают только по местам. Я думала, по килограммам можно, и сделали ошибку. Надо было взять два больших чемодана и два маленьких. Все как ручная квадь, два маленьких. Я думала, что можно сдавать по весу и один большой чемодан, и две, допустим, сумки. Нет, так нельзя. И поэтому тоже будем знать. Просто я никогда не летала, допустим, с тремя сумками. У меня всегда только две было. Ручная квадь и чемодан. Вот это вот самое нормальное. Ну и рюкзак там, сумочка. В общем, каждый раз какие-то, так скажем, новшества, с которыми ты сталкиваешься, и потом уже становишься все умнее и умнее. Еще тоже заметила такую вещь интересную. Вот я говорила, когда я тут, ну вот одна, вот там спокойно еду на велосипеде, допустим, в Сан-Франциско еду. И я могу совершенно по-другому посмотреть на вещи. Я могу ощутить воздух там, цветы остановиться посмотреть, деревья какие зацвели, сесть там у водоема посидеть. И как бы вот это спокойствие, оно тебе дает осмотреть гораздо все больше и как бы глубже. Так же и в Сан-Франциско. Вот я когда приезжаю, естественно, без маленького ребенка, то ты там стоишь, смотришь, и как бы тебя никто не отвлекает. И поэтому ты находишься как бы наедине с собой и наедине с тем, что тебя окружает. И, конечно, отдых с детьми, он уже совершенно другой. Это отдых для ребенка, не для взрослого человека, потому что ты вроде бы остановишься, начинаешь что-то там, тебе хочется посмотреть. Ребенку это совершенно неинтересно, смотреть какие-то там высотные здания и любоваться ими стоять. Поэтому тебе приходится тоже это все контролировать, так скажем, интересы ребенка и свои учитывать. Но интересы ребенка мы можем, а ребенку уже сложнее учитывать интересы взрослого, смотреть эти каменные джунгли. Вот, и поэтому, конечно, Лена не посмотрела толком Сан-Франциско, потому что у меня тоже есть об этом видео с маленькими детьми. Это довольно-таки сложно, но надо иметь с собой коляску. Вот это тоже была такая у нас ошибка. В следующий раз коляска будет и будет все гораздо проще. Вот, и поэтому сын у нас тоже приезжал на три дня, Рика. Вот, и потом уехал к матери, пока тут мои были, и вот сейчас приехал и отпросился у Рика на то, чтобы работать в Лос-Анджелесе. Говорит, что найдет работу и хочет сам уже от него отделываться, потому что какой бы самостоятельный парень, ему хочется уже больше самостоятельности, не быть тут под крылом отца. И поэтому вот у него тоже такие пробные шаги в жизни, что самостоятельно найти работу и хотя бы самому оплачивать там апартменты, бензин, еду, хотя бы на летний период. Ну, не знаем, вот получится у него это нет, так скажем. Рик его отпустил, сказал, что если не получится, то возвращайся, будешь здесь опять работать все лето, зарабатывать себе на учебу хоть какую-то часть, потому что деньги огромные за учебу платятся. Это все очень дорого. 25 тысяч долларов в год, это только обучение, плюс проживание за год оплачивается, плюс питание, плюс учебники, плюс расходы. Парень молодой, хочется и с девушками куда-то сходить и купить что-то. В общем, все это вылетает в копеечку. Вот, и поэтому, конечно, каждый, наверное, уже такой 20-летний подросток хочет самостоятельности, а финансовая зависимость, так скажем, не дает это все сделать. Ну, в общем, пробует парень, пусть он пробует. Я ему пожелала good luck, и сказала, давай. Это, говорю, очень хорошо, что ты пробуешь самостоятельную жизнь. Встречались и с Борби мы, и с ее дочерью, с Энникой. В общем, Лена, когда приехала с английским, то у нее не очень как-то было. А потом вот к третьей неделе, все, мы ходили вот еще в гости к родителям мужа. И прямо, как сказать-то, на глазах, на глазах он осваивается, потому что какие-то фразы, которые были непонятны, тут же спрашивает, все уже усмотает. И поэтому, как бы вот на базу какую-то английскую, конечно, уже когда сюда попадаешь, вообще классно. Если есть какой-то вот уже у тебя такая фундамент какой-то небольшой, то все это гораздо легче. И, конечно, воспринимается все на слух гораздо проще, потому что ты уже сталкивался с языком и знаешь многие вещи. Вот поэтому я думаю, что за полгода вот человек, который приезжает, у которого есть база какая-то, вообще просто отлично может освоить и уже много что понимать. И это все гораздо быстрее усваивается. В общем, все это, все это делается, но ко всему, на все надо время. Вот, в общем-то, и все после того, как мои уехали. Сейчас опять буду рассказывать о скучной американской жизни, потому что я тоже поняла, что когда приезжают гости, в принципе, ты вот за это время, там, за 2-3 недели, ты тоже так уматываешься и ты, в принципе, тоже смотришь какие-то достопримечательности, едешь в какие-то места, ну, в которые ты в обычной жизни не ходишь. Вот я тоже все с Риком-то и вот тягала на этот, с X-Fax-то, аттракционы. А он то работает, то у него гольф, то ему там неохота трястись на этих горках. И вот сейчас мы съездили все вместе, я поняла, мне это на длительное время опять хватит. Ну, точно на год, наверное, опять не захочу туда ехать, потому что, ну, это такие развлечения, которые, так же, как на двухэтажном автобусе, на них не будешь бесконечно ездить, это, ну, до тошноты, надоест, 2-3 раза проехал, чтобы по этим местам ездить по 10 раз. Поэтому это тоже утомляет, оказывается, это все интересно впервые. Вот, и поэтому, когда будут приезжать гости у меня, я и буду только вот ездить на такие мероприятия вместе с ними. А так вот, живя тут, в принципе, не знаю, чтобы я поехала там сама в какой-то там по Сан-Франциско что-то посмотреть, вряд ли я сейчас буду это делать. У меня это было в начале, когда я только начала ездить в Сан-Франциско, хотелось там много что посмотреть. А в принципе, вот так вот, когда гости приезжают, очень много можно и новых мест объехать, и посмотреть вот эти экскурсии все. Так что, вот, в общем-то, и все. Ну, все, всем пока, всем хорошего настроения, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok